Это профессия, когда они спасают и приезжают, и душат огонь. Юная художница из Ганцевича Ксения Муха – одна из тех ребят, кто увлечен не только творчеством, но и темой безопасности. Этот интерес уже не один год высоко оценивают сотрудники МЧС области, проводя конкурс «Спасатель глазами детей». Традиционно на большую церемонию награждения приглашают самых креативных и творческих ребят, которые умеют показать тему безопасности не только разнопланово, но и наглядно. Вот эта работа, которая проводится с молодым поколением, она все-таки дает свой результат. Я не буду здесь долго сочинять и выдумывать о масштабах страны и даже масштабах области. Мы имеем положительные моменты, когда детки, учащиеся в школах, детских садов, правильно вели себя в различных черчайных ситуациях и даже оказывали помощь взрослым. Важность таких мероприятий отмечают и представители вертикали власти, которые уверены, о безопасности в таком формате говорить нужно. Честно, первое меня впечатлило. В принципе, ассоциация у нас всегда за службой Министерства по чрезвычайным ситуациям. Знаете, такие все напряженные, все в огне, стихии, напряженные будни. И вот так приятно, что сегодня в этом зале, в этом центре такое праздничное настроение. Шарики воздушные, улыбки, много молодежи. Вы знаете, мне очень хочется, чтобы у наших спасателей было как можно меньше вызовов и как можно больше вот таких вот праздничных будней. Итогов еще одного важного конкурса особенно ждали представители ведущих СМИ региона. В торжественной обстановке свои заслуженные награды получили авторы самых ярких и интересных материалов о службе 101. Работать со спасателями всегда интересно и в то же время ответственно. В плане творчества, конечно, работа интересная, потому что нету постоянно одних и тех же тем. Жизнь меняется, естественно, появляются новые методы и в работе сотрудников МЧС, и в нашей работе постоянно ищем какие-то новые формы. Приятно отметить, что особой наградой был достойный творческий коллектив телекомпании БУК-ТВ. Программа 101 на связи стала лучшим тематическим проектом о деятельности МЧС в области.